Беременность для большинства женщин Беременность для большинства женщин А все-таки желанные события И практически это радость Женщины должны радоваться тому Что вот наконец-то они забеременели Кто-то беременет быстро и легко Кому-то приходится потратить несколько месяцев И даже год-полтора на то, чтобы забеременеть И конечно же это долгожданное событие Но почему-то многие женщины Оказываются не готовыми к такому событию То есть их сразу же охватывает страх Что они могут потерять беременность И вот первый ошибка, который совершает женщина Это создание паники, ажиотажа Это какая-то метушня Они бегают в аптеку Покупают по 10-20 тестов Начинают придираться к полоскам Начинают прислушиваться к себе Там кольнуло, там заболело, там заныло Сдуло живот Они начинают искать себе признаки беременности Когда фактически этих признаков даже и нет Очень-очень важно не создавать такой ажиотаж Потому что доказано, что у женщин с повышенным уровнем стресса А ведь это фактически стресс Вы создаете искусственный стресс Так вот у женщин с повышенным уровнем стресса Уровень потерь беременности выше Поэтому если вы хотите сохранить свою беременность Поймите, что ее исход во многом зависит от вашего отношения От вашего психоэмоционального состояния От того, как вы воспринимаете эту беременность Вы должны понимать, что когда организм человека входит в состояние стресса И ваш мозг читает сигналы А это сигналы страха, переживаний Это плач, нервотрепка То фактически вы вводите свой организм в состояние СОС Спасите наши души Ваш мозг не знает, хотите в эту беременность или нет Ваш мозг воспринимает те сигналы, которые поступают к нему И конечно же появляются гормоны стресса Есть гормоны стресса, которые действуют кратковременно А есть гормоны стресса, например, кортизол Который вырабатывается над почечником Он очень долго распадается И он очень негативно влияет на сосуды На многие ткани, на органы И конечно же на мозг человека И поэтому включается программа самосохранения И программа самосохранения у женщины Не подразумевает вынашивание потомства Потому что организму нужно выжить Поэтому если включится такая программа Не исключено, что беременность вы можете потерять Потому что вашему организму нужно в состоянии стресса выжить И он не сможет выносить потомство Если вы заметили, например, в зоопарках животные Размножаются очень редко То есть чаще всего многие животные не размножаются Вроде бы все условия их есть Их кормят, дают им там мясо 3-4 раза в день Вроде бы нормальные условия Но все же это условия стресса И чем эти условия дальше от условий природных Тем меньше шанс, что такие животные будут размножаться Но то же самое можем сказать и о женщинах И вообще о людях Чем больше уровень стресса, тем меньше шанс того, что такая женщина Зачнет потомство и тем более выносит это потомство Поэтому, пожалуйста, не создавайте ажиотаж вокруг своей беременности Вторая ошибка, которую совершает женщина на ранних сроках беременности Основана на как раз незнании того, что такое нормальная беременность Какие могут быть отклонения при беременности Потому что в основном женщины черпают знания Из каких-то там формул, старых источников информации Часто это негативная информация Это истории подруг, родственников О том, как они тяжело вынашивали беременности Как они страдали И вот почему-то сразу же возникает вот это такое состояние жертв Великомученности, страдальниц Которые будут страдать, вынашивая эту беременность Потому что она не понимает, что беременность это радость И можно вынашивать без всяких осложнений, в радости И даже если будут возникать какие-то осложнения Чаще всего такая беременность закончится положительным исходом Вот как раз нехватка знаний о том, что в современном акушерстве Я повторюсь еще раз В современном акушерстве То есть сегодня, сейчас мы считаем нормой А что мы не считаем нормой Вот большинство женщин таких знаний не существует Очень часто до сих пор Различные показатели уровней различных веществ в организме женщины Вообще показатели функционирования беременной женщины Сравниваются с показателями небеременной женщины Но это как две совершенно разные планеты Или даже две вселенные Их нельзя сравнивать К сожалению, женщины этого не знают И попадает в какой-то такой водоворот Ошибочных поисков диагнозов Ошибочных заключений Ненужного лечения и так дальше Поэтому очень важно повышать свой уровень знаний И все же готовиться к беременности заранее Я публикую очень много литературы И также есть очень много видео на этом канале Посвященных вопросам беременности Поэтому рекомендую вам заняться повышением уровня своих знаний Третья ошибка, которую совершают женщины на ранних сроках Это поиск диагноза То есть сразу поиск проблемы И конечно же в ход идет все Начинается бего дня по УЗИ А все ли там в порядке Дело в том, что на ранних сроках беременности Вообще определить все ли в порядке И даже определить маточную это беременность Нематочную часто невозможно То есть поймите правильно, что из одной Из одной оплодотворенной яйцеклетки, которую не видно невооруженным глазом Развивается организм И это все идет поэтапно То есть размеры плодного яйца меняются И далеко не всегда на самых ранних сроках Можно что-то увидеть И той же матки Хотя беременность может быть И как раз Как незнание того, что происходит Приводит к тому, что очень часто беременность теряется Из-за ошибок врача Например, закровила Женщина побежала в больницу И что ей предлагает Сразу чистку Потому что сразу говорят, что вы не выносите эту беременность Вы должны понимать также Что, например, до 51 беременности теряется Это не то, что загадка природы Это капризы природы в том отношении Что между женщиной и плодным яйцом Должна возникнуть определенная связь Принять или не принять Вот в чем вопрос И получается, что женский организм Всегда готов принять плодное яйцо Потому что это тоже школа Школа взаимоотношений И, к сожалению, в этом нет ничего страшного Потому что это фактически этапы жизни Этапы приспособления В том числе к вынашиванию потомства Также многие женщины знают Что в первом триместре могут быть кровянестые выделения Практически четверть женщин кровит в первом триместре И даже некоторую всю беременность И может быть много причин Но я вас успокою В 80% случаев при появлении кровотечения Беременность заканчивается благополучно То есть это не значит, что нужно срочно бежать что-то делать, лечить Кстати, сохраняющей терапии не существует И об этом, слава богу, уже говорят многие постсоветские врачи А не только единицы, такие как я Поэтому я надеюсь, что все-таки вы будете повышать свой уровень знаний И конечно же будете бегать по лабораториям, по УЗИ, по врачам И создавать проблему там, где ее нет Четвертая ошибка, которую совершают женщины на ранних сроках беременности Это переход в состояние хрустальной вазы То есть женщина начинает ограничивать себя практически во всем И лежать, не двигаться Потому что, не дай бог, беременность прервется Не дай бог, она выпадет из матки Они агрессивно начинают относиться к окружающим В первую очередь к своему мужу Не подходи, не трогай Никакой половой связи Потому что ты не сорвешь беременность И многое другое В питании начинают отказывать себя Тем более, когда тошнит и рвота Конечно же, многое не запихнешь Потому что действительно не можешь кушать Но все это временный период И вот этот неприятный период, он пройдет И просто нужно понять, что ничего страшного Ничего не физиологического не происходит Поэтому старайтесь жить нормальной человеческой жизнью Конечно же, очень важно ограничить, например Интенсивные физические нагрузки Перейти на какие-то более спокойные виды спорта и физической активности То есть прекратить бегать интенсивно Прыгать Уменьшить риск возникновения травмы То есть если вы занимаете физической активностью Которая сопряжена с падениями, с сотрясением То необходимо ограничить такую активность Питание должно быть разнообразным По мере того, что может кушать женщина В этот период, первые три месяца беременности И конечно же, половая жизнь В большинстве случаев не противопоказана И честно говоря, многие женщины не знают, что они беременны Вплоть до 8-10 недель беременности И активно живут половой жизнью Ничего страшного не случается Но как только узнают, что они забеременны Сразу же, как говорится, паника Что будет дальше, как я могу жить И я вас успокоюсь, что существует всего несколько состояний Они встречаются не настолько часто Когда половая жизнь должна быть ограничена или вообще прекращена И последняя ошибка, которую совершают женщины Это то, что беременность превращает в болезнь Дорогие женщины, беременность это не болезнь И никогда болезни не было Это особое физиологическое состояние женщины Временное, потому что длится всего лишь 9 месяцев Оно может сопровождаться неприятными ощущениями Дискомфортом, какими-то странными явлениями Которые не понравятся женщине или вашему врачу Но в этом нет ничего страшного Поэтому беременность не нуждается в никаких лекарственных препаратах А тем более в той куче всяких фуфломицинов Которые даже не являются лекарственными препаратами Здоровая беременность требует всего лишь прием фолиевой кислоты Первые 12 недель беременности и ничего более Если у вас возникнет какое-то осложнение беременности То любое осложнение беременности имеет свое название И такие состояния, как гистос, токсикоз, они не существуют Это не диагнозы Их не используют нигде в мире Существуют совершенно другие диагнозы И далеко не все диагнозы можно лечить во время беременности И лечение обычно состоит из одного, ну максимум двух препаратов А не из 10-12 номинований Которые загружают беременную женщину на всякий случай Попринимайте то, попринимайте это Это для улучшения плаценты, это для еще чего-то Дорогие женщины, здоровая беременность не нуждается абсолютно никаких лекарственных препаратов А тем более, что в современном акушерстве количество лекарственных препаратов Которые используются при беременности, крайне ограничены Еще раз повторю, таких препаратов не так уж много Старайтесь все же верить в себя То, что у вас есть большой потенциал Вынашивания этой беременности И получения здорового потомства в срок Нужно верить в себя Это дар природы И учтите, что до вас рожало Очень много людей Миллионы женщин И наши бабушки, прабабушки Беременели и рожали Куда худших условиях, чем вы Экология здесь ни при чем Потому что условия, в которых жили люди раньше Были намного хуже, чем теперь Поэтому уйдите от этих мифов и слухов Что в современном мире, в современном обществе Не бывает здоровых беременностей Вообще, если посмотреть на уровни рождаемости То они самые высокие в странах развивающихся Где вообще система здравоохранения не на самом низком уровне Тем не менее, там женщины плодятся вовсю Рожают много беременных, рожают много детей И эти дети по здоровью практически в самом начале После рождения не отличаются от здоровья большинства детей В развитых странах Поэтому не делайте из беременности болезнь А вынашивайте спокойно На этом я с вами прощаюсь Если вам понравилось видео Поделитесь с друзьями И также жду в ваших комментариях Пожелания, какие бы темы вы хотели обсудить в следующий раз Всего хорошего, до свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!